Совместное заседание Палат Парламента в эти минуты проходит в Нур-Султане. Уже известно, что его повестка закрытие четвертой сессии шестого созыва. Наш корреспондент Асхат Ниазов дежурит в Мажелисе. Асхат, помнишь ли ты, сколько законопроектов приняли депутаты в этом году? Да, есть такая информация, ее озвучил совсем недавно спикер Нижней Палаты Парламента Нурлан Нигматуллин. 83 законопроекта за эту сессию приняли депутаты, 82 уже подписаны главой государства, то есть вступили в законную силу. Как еще раз отмечу, рассказал спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин, депутаты в первую очередь руководствовались поручениями, которые были даны на открытии четвертой сессии первым президентом Казахстана Ельбасы Нурсултаном Назарбаевым. Дополнительный импульс законотворческой деятельности придали инициативы действующего президента Касымжумарта Токаева по государственной поддержке социально уязвимых слоев населения. В частности, в ходе сессии было 5 совместных заседаний Палат Парламента, 41 пленарное заседание прошло в Мажелисе и 26 пленарных заседаний у Сената. Среди важных законов депутаты отметили республиканский бюджет на 2019-2021 годы, в котором уделено особое внимание по выполнению социальных задач для населения. В течение сессии были приняты поправки по вопросам занятости, внедрение новой модели государственного объема бесплатной медицинской помощи. Оно было урегулировано депутатами при принятии закона по вопросам здравоохранения. Впервые в истории независимого Казахстана был принят закон о кинематографии. Как говорили сами киношники, если позволить так называть, они, можно сказать, всю жизнь сдали этого закона, который теперь будет регулировать все сферы деятельности в кинематографии. В Парламенте внесены изменения законодательства по вопросам развития бизнес-среды, регулирования торговой деятельности. Как сегодня отметил Нурлан Нигматуллин, пока еще страдает качество поступаемых в парламент законопроектов. Например, даже по нескольким законопроектам в этой сессии было принято больше 500 поправок. Представляете, только в один законопроект больше 500 поправок. Также есть проблема с несвоевременным представлением заключения правительства. Они делают его поздно. Если по закону заключение должно делаться в течение одного месяца, то Нурлан Нигматуллин рассказал, что одно из заключений готовилось 11 месяцев. Если вы видите сейчас за моей спиной депутаты, министры, как всегда, журналисты, их ловят после совместного заседания Палат Парламента. Только что, буквально несколько минут назад оно завершилось. Наверняка коллеги сейчас спрашивают, какие законопроекты запомнились в этом году, где будут отдыхать этим летом мажористмены, сенаторы. Я думаю, подробнее мы об этом тоже расскажем уже в следующих выпусках новостей и, конечно, в итоговом выпуске новостей вечером. У меня пока на этом все. Вера, если у тебя нет вопросов, я тоже пойду запишу пару депутатов и министров. Сегодня в эфире не Вера Асхат, а Растан. Спасибо изданию мажористов парламента. Прости, Растан. Мой коллега Асхат Ниязов.